С точки зрения теории, бельевой стиль существует в двух основных идеях – чувственный пеньюар и уютная пижама. Именно так, согласно дресс-коду, оделись гости этой вечеринки. Но поскольку все присутствующие имеют то или иное отношение к моде, гостям вечера предложили показы дизайнеров нашего города. В гости вечера ожидают, конечно же, показы челябинских дизайнеров, которые продемонстрируют, как они видят пижамный стиль, пижамные вечеринки. Сладкая вата, сладости, различные зефирки, пастила – все, что характерно для пижамной вечеринки. Также мы будем расклеивать мудборд, который объединит нас, сделает вот эту дружную атмосферу веселую. На самом деле восторги в дипам, здесь очень много вкусностей, вообще сама по себе студия очень красивая, уютная, в стиле одежды, на самом деле чувствуешь себя, как будто ты дома находишься. Люди красивые, все на стиле, очень нравится, очень нравится, очень много вкусностей, даже не страшно есть после шести, потому что они все легкие, воздушные. Бандажные платья, силуэтные костюмы, уютные свитеры пастельных оттенков. И как это обычно бывает, модное шоу превратилось в шоу-рум с примерками и обсуждениями с подругами. Вечер проходит в зетирках и конфетках в пастиле. Для меня, как для дар-принцессы, это достаточно тяжело. Я спряталась на кошеке психотерапевта и изучаю психотерапию, но при этом наслаждаюсь показывать. А как показываете? Классные, классные весенние, мне кажется. Уже ощущение будет Нового года, но уже весну начинают раскоказывать, поэтому очень приятно. Мне очень понравилось. Вы представлены довольно-таки теплые, комфортные модели. Хочется примерить, хочется весы. Вероприятие очень классное, мне кажется. Девочки много чего интересного придумали. Там сладкую вату, дизайнерские вот эти показы, пижамная сама вечеринка. Ну, такая в тренде сейчас этот стиль как раз. Всем известно, что пижамные вечеринки обычно устраивают в тесном кругу близких людей. Так оказалось и на этот раз. С той лишь разницей, что пижамы здесь дизайнерские, а гости так или иначе связаны с модной индустрией.